МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Саргуте вандалы продолжают портить муниципальное имущество. В Нефтьюганском районе полицейские задержали наркокурьера из Коголыма. А жители Саргутского района мошенники обманули более чем на миллион рублей. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло?» В ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Саргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Ломать не строить. Вандалы продолжают портить муниципальное имущество. В Саргуте уже традиционно под удар попадают остановочные павильоны. Из 345 конструкций 50 находятся на восстановлении. Выявить точную сумму ущерба не получится, так как каждая остановка отличается по площади, количеству стекол и техническому оснащению. К порче имущества относятся также нанесение граффити. Так, к примеру, совсем недавно пострадала еще одна конструкция около школы номер 4 на улице Федорова, 6. Там вандалы выбили стекло. Дозреваемых ищут. По словам специалистов, чаще всего нарушителей находят. Это становится возможным благодаря системе «Умный город». Ответственность за такое правонарушение предусмотрена административная, но даже денежного штрафа достаточно, чтобы понять свою ошибку и впредь бережнее относиться к имуществу города. К слову, вандалами часто являются подростки. За неаккуратной игрой порой стоит порча имущества. Сотрудники администрации напоминают, чтобы родители проводили профилактические беседы со своими детьми, иначе ответственность ляжет не только на плечи нарушителя, но и его законного представителя. Находят при повреждении. Жили не всегда, но случаи такие есть. Последний случай по улице Щепеткина, остановку Нюрмак-Сургут, когда дети просто из баловства с камнями разбили стекло. Здесь сами попали на видео, сами отсняли, сняли и выложили в сеть. Поэтому здесь, думаю, правоохранительным органам не составляет труда их найти. В Нефтьюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом 25 сентября на 667-м километре автодороги Тюмень-Хантамансийск. По предварительным данным, водитель Черри Тига выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель кроссовера скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также в Нефтьюганском районе полицейские задержали наркокурьера из Когалыма. Машину под управлением 63-летнего мужчины установили на 571-м километре автодороги Тюмень-Хантамансийск. В шине автомобильного колеса, находящегося в прицепе автомобиля, обнаружили четыре свертка, внутри которых находился полимерный пакет темного цвета с веществом растительного происхождения. При личном досмотре водителя был обнаружен и изъят мобильный телефон, на который ему поступали звонки с информацией о месте нахождения оборудованного тайника закладки. Проведенная экспертиза установлена, что изъятое вещество является наркотиком общей массой почти 2 килограмма. Вещества были приготовлены к реализации на территории Когалыма. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Фигурант задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Хантамансийске огнеборцы в четверг не дали разгореться пожару, который вспыхнул на кровле жилого дома. ЧП произошло днем в пятиэтажке на улице Объездное. Первый экипаж, приехавший на вызов, доложил об открытом горении, деревянной обрешетке и утеплителя на крыше. Тушение организовали с помощью автоподъемника. Для ликвидации пожара подразделение МЧС задействовали 33 человека личного состава и 6 единиц техники. В половину первого дня возгорание было ликвидировано на площади 70 квадратных метров. Был организован поквартирный обход. Пострадавших людей нет. Условный порыв участка магистрального теплопровода на проспекте Мира. Накануне в Сургуте прошли командно-штабные учения. Их провели под кураторством Управления по делам ГУЧС мэрии города в два этапа – теоретический и практический. Сначала на собрании специалистов распределили спектр обязанностей межведомственных служб и ресурсоснабжающих предприятий. По легенде, утечка ресурсов на центральной теплотрассе повлекла за собой отключение отопления в семи социальных объектах, а также в многоквартирных домах, где без тепла остались примерно 20 тысяч жителей. Условное коммунальное ЧП выявила Сургутская ГРС-1. В диспетчерскую службу поступила заявка от предприятия на сверхнормативную утечку ресурсов. Установлено, что объекты подведомственны городским тепловым сетям. Практическую часть мероприятия земляные работы приурочили к текущему вскрытию тепломагистрали, чтобы оценить ее состояние в целом и изоляцию, а также определить спектр работ. Это не авария, еще раз я все время хочу повторять, это инциденты. Авария – это другое. Это разрушение и прекращение теплооснабжения на срок более 24 часов. Поэтому инциденты эти происходят постоянно. Это трубы стальные, они деформируются, они корродируют. Это точечная коррозия где-то, незначительные инциденты, технологические и функциональные отказы подразделяются на эти инциденты. Они происходят ежедневно на наших предприятиях. Город этого не ощущает, потому что локализуем их достаточно оперативно. Работая в команде, мошенники обманули жителей Саргутского района более чем на миллион рублей. Обратиться в полицию его убедила жена. В один из вечеров 43-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Почты России. Он рассказал, что на имя мужчины поступило заказное письмо из налоговой, а чтобы его получить, необходимо сообщить код из СМС-уведомления, что и сделал югорчанин. После этого ему стали поступать звонки от якобы сотрудников Роскомнадзора, специалистов портала Госуслуг, которые убеждали собеседника, что на него пытаются оформить автокредит. По совету лже-специалистов он взял так называемый зеркальный заем и перевел на безопасный счет 1 миллион 200 тысяч рублей. Произошедшие с ним истории он поделился с женой, которая и отправила его в полицию. Возбуждено уголовное дело. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин